И нас пускать сюда больше не будут. На каком основании? Да, значит, мы будем заезжать сюда через полицию. Не копали, не строили, не зарыбляли, ничего. Просто тупо, блин, собирают деньги. Там занято, вы уходите. С вами я не обещаю, пишите заявление, вы пишите, да? Тракторный канал, вот он, да, он не находится ни в чьей аренде. Сейчас я хочу обратиться к суде, который будет рассматривать это дело, чтобы лишить этих горе-предпринимателей право аренды. Как меня инструктировать? Бас инструктировал, шеф мой, шеф. Ни РСК Маяк, ни ФОП Юшина не имеют права. Не, не, ребята, пишем заявление, потому что мы это фонарь-поп. Приветствую вас, друзья, вы на туп-канале «Все для клевого». А сегодня очередное видео в рубрике «Все бы так». Это рассказ Дмитрия, рыбака Дмитрия, который ловил рыбу на реке Днестр возле первого чека. То есть он заехал на чеки, чтобы вы понимали, заплатил 200 гривен, чтобы проехать через первый чек на реку Днестр. И стал со своим приятелем ловить рыбу с берега в Днестре. И даже не с берега, а заходя в воду. Видите, он стоит в этом резиновом костюме. После чего приехала компания и попросила их убраться с этого куска территории. Мол, типа, мы тут занимали этот кусок берега, поэтому прошу вас уйти на другой кусок территории. Ну, естественно, было возмущение, как так? Вроде как берег реки общий, становись там, где свободно, и лови. Но возник конфликт, после чего была вызвана полиция. Посмотрите видео до конца, там будет очень много полезной и интересной для вас информации. Мы здесь уже ловим лет два, если не больше. Мы платили всегда 100 гривен. Теперь нас требуют за проехать. Несколько за дорогу это было свое решение. То есть, как бы, 100 гривен там, 100 гривен там на чеках. Просто вот за дорогу, когда мы спрашивали, мы зарыбали. Сейчас нас требуют 200 гривен. Если мы раньше хотели пройти пешком, у нас пропускали, мы оставляем машину там по территории. Я понимаю, люди вкладывают деньги, они вставляют дорогу. Сейчас даже пешком с меня требуют 200 гривен, чтобы я половил на реке. Вот. На обратной стороне этой квитанции написано, рыбалка, рыска, маяк, коп, юшина. Значит, озеро. Это вот этот счет, там, где они разводят рыбу, у них есть доживор аренда. Они там рвают, вопросов нету. Они туда вкладывают деньги. Идем дальше. Трактор, как теплый канал, который соединяется с рекой. То есть, они там ничего не разводят. Пока тебе должен заплатить денег. Ну, и самое конечное, река Днестр, там, где мы сейчас пытаемся половить рыбу. Стоим по пояс в воде. Стоим по колено. Не, не, ребята, спишем заявление, потому что, ну, это фонарь пол. Так о чем мы сюда приехали? Конечно, нам не дают ловить. Да, нам не дают ловить. То есть, вы поняли, да? Да. Ничего, просто тупо, блин, собирают деньги. Вот приезжал его начальник. В прошлый раз мы имели с ним конфликт. Он говорил, что есть все документы на эти 14 помостов и домики. У нас есть заявление в Одесскую, в областную экологию. Вот. Мы разговаривали там с различными людьми. То есть, сказали, все это не закона. Но нас продолжают требовать деньги и пугать, в общем-то. Потому что в прошлый раз он говорил, сейчас приедут ребята и, типа, будут с вами разговаривать. Понимаете? Я говорю, давайте по-хорошему. Мы здесь всегда ловили. Там, как бы, мы стоим в воде, там, не на помостах, нигде. Хотя, вот, скажите, я на помостах имею право ловить? Ну, вот там вот стоят, вы проезжали, там стоят 14 помостов, на которых нет документов. Понимаете? Вот, я могу туда зайти. Так вот, когда я в прошлый раз зашел, тут прибежала охрана, прибежали рабочие. И начали говорить, чтоб я оттуда ушел. Вот вы лично приходили и говорили, да. Почему вы так сказали, что я ушел? Как меня инструктировали? Вас инструктировали. Шеф мой. Шеф, как его зовут? Олег Николаевич. Фамилия. Черт его знает. Это ж надо так точно охарактеризовать своего начальника. Слушайте, Олег Николаевич, побойтесь Бога. Потому что такие высказывания, они неспроста. Если уже вас знает черт, то у вас реально есть проблемы. Хочешь, я тебе дам бюджет, то говори шефу. Что мне говорят, то я делаю. Я понимаю. Ты стоишь, мне права качаешь. По этому ситуации я права не качаю. Я просто говорю. И я вам скажу, что инструктировать таким образом своих охранников нельзя. Вы же прекрасно понимаете, что это нарушение закона номер 233. Что мы видим на этой разрахунковой квитанции? Видим число, когда это произведено. Видим ее номер. Не видим назву товара, послуги. Ничего тут этого нет. Видим 200 гривен, которые они взяли себе. И подпись. На обратной стороне квитанции мы видим надписи. Рыбалка, РСК Маяк, Фоп Юшина, озеро, теплый канал, тракторка, река Днистер. Ну и номер телефона, который я закрасил, чтобы не создавать им рекламу. Так вот, друзья мои, я поискал информацию в интернете. Я нашел непровержимые доказательства того, что ни РСК Маяк, ни Фоп Юшина не имеют права давать послуги по рыбалке. То есть, они не имеют права брать деньги за рыбалку. То есть, они могут ловить рыбу. Да, могут ловить рыбу. Но даже в своем озере, которое в аренде у них, они не имеют права давать такие услуги. Потому как есть классификаторы видов экономической деятельности. И каждый предприниматель, когда начинает заниматься какой-нибудь деятельностью, открывает тот или иной вид, этот КВЭД. И у них этот КВЭД вообще не открытый, чтобы вы понимали. То есть, получается, беря деньги у вас за рыбалку, они налоги не платят. Я вам сейчас это докажу. Нашел я Фоп Юшина. Надеюсь, что это все-таки Татьяна Петровна. Потому как других Юшиных, они есть. В гугле их можно найти. Но тогда другая Юшина не подходит нам из-за того, что классификаторы видов экономической деятельности у других Юшиных, я проверял, вообще нет отношения к рыбалке никакого. У этой хоть что-то есть. КВЭД 03.12 пресноводное рыбальство. То есть, у других, как вы поняли, что вообще ничего нет. Она как раз это подходит нам, ну, по идее, это она вот живет в Одессе, улица Генерала Бочарова. Вот адрес есть, телефон есть. И вот, что мы здесь видим. Значит, код 03.12 пресноводное рыбальство. Остальное все, как бы рекламное агентство, идеальность ресторанов, организация будунистов Будивель. То есть, оно нам не подходит. Но, что такое пресноводное рыбальство? Давайте мы возьмем и найдем прямо в гугле. Вот КВЭД, пресноводное рыбальство. Открываем. Значит, оно включает в себя пресноводное рыбальство на коммерциейной основе, ловлю пресноводных ракоподобных и моллюсков, ловлю пресноводных видов творын и избирание пресноводных материалов. Все. То есть, это рыбаки. То есть, они имеют право, возможность, они имеют возможность, да, скажем так, точнее, рыбачить. То есть, этот КВЭД не включает рыбальство, як вид спорту, через починку на доня повязанных зным послуг. То есть, КВЭД этот исключает брать какие-либо деньги за послуги при рыбалке. Вы поняли? То есть, они вообще, этот ФОП Юшина, не имеет отношения к тому, чтобы брать деньги за рыбалку. Будь где. То есть, на том же самом озере. Или еще где-либо. Не имеет права вообще. Значит, в подтверждение моих слов, давайте мы посмотрим, что такое вообще пресноводное рыбальство. Вот тут вот можно открыть. Группа рыбальства. Вот. ЦА группа включает вылов рыбы. То есть, занятие возможностью добычи и избиранием живых водных организмов и так далее. То есть, это вот включает морское и пресноводное. Так вот, у нее пресноводное. То есть, она имеет право ловить, но не имеет права брать деньги за отдых, повязанный с рыбалкой. Вот так вот. Итак, друзья мои. Вот она у нас кадастровая карта Украины, на которой мы видим вот этот первый чек. Это Маяки. Вот это река Днестр. И вот он первый чек. Какую информацию мы можем узнать по поводу первого чека на кадастровой карте Украины? Естественно, мы можем узнать кадастровый номер. Вот 51, 21, 08, 39, 2, 0. Давайте теперь посмотрим ближе и увидим, что тракторный канал, вот он, да, он не находится ни в чьей аренде. То есть, включать его в плату за рыбалку вообще, это нонсенс. Понимаете? Вот данные по поводу этого ставка. Значит, кадастровый номер, вот этот, 51, 21, 08, 39, 2, 0. Вот он. Значит, целевое назначение для рыбогосподорских потреб, то есть, для выращивания рыбы. Вы поняли, да? То есть, не для того, чтобы там собирать с него деньги, но тем не менее. Ну, ладно. То второй вопрос. Значит, где он находится? В Беляевский район, Маяковская сельская рада. Понятно, да? Кто является субъектом правового властности? В Беляевской районной державной администрации. Для кого право аренды? Для рыбосельско-господорского кооператива Маяк. Это понятно. Поэтому, уважаемые члены рыбосельско-господорского кооператива Маяк, выращивайте рыбу. Хотите там ставить цену за свою рыбалку, ставьте. Но при чем здесь река Днестр? При чем здесь тракторный канал? Объясните мне, пожалуйста. Хотя, если вернуться обратно к кадастровой карте, то я отчетливо вижу, что теплый канал действительно находится в аренде. Вот он. Маленький такой, видите, да? Вот здесь. Но не тракторный канал. И не река Днестр. Что касается рыбосельско-господорского кооператива Маяк. Что мы видим здесь? Значит, код ЕРДПУ есть. Дата регистрации 10.02.2009. Уповноважены особые. Это Кокачия Бесики Венедиктович, голова кооператива Кировник. И Шимон Михайлович Юрьевич. Уповноважены Веченяты Диевит имени юридичной особой. Так, какие у них классификаторы видов экономической деятельности? Смешанное сельское господарство и пресноводное рыбальство. Как бы все остальное, все ни к чему не связывает. То есть, даже, опять-таки, брать деньги за рыбалку, они вообще не имеют права. Вы поняли? Есть закон, бесплатный доступ к реке и рыбалке. На протяжении двух недель, с марта месяца, должны были убрать заборы, помосты и все, что препятствует бесплатной рыбалке. Да, для граждан Украины. Этого не происходит. Нас практически везде требуют действия. Нет, правильно. Ну, вам же объяснили, что тут было... Нет, подождите. Это общественное место. Давайте еще раз пристану. Вот, если вы охранник РСК Маяк. Как нас зовут? Иван. У меня Дмитрий, очень приятно. Тебе объясните, почему я здесь не могу на общественной территории ловить реки? Мы не можем жить ловить. Мы заедали волье. Ну, просто, вы могли по-человечески вот перейти на второе место. Нет, 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 нет. Мы пригласили никого не было. Но он предупреждал, что тут просто люди просто заняты. Что они сделали? Подождите, тут никого не было. Ну, просто попросили. Что значит, а кто попросил на общественном месте? Ну, вы видели, вы шамчали. Ну, как вы можете занять место? Нет, подождите. Я сейчас приду и скажу, ребята, вот там занято, вы выходите. Да, ладно, все, к вам я не обещаю, все. Пишите заявление, вы пишете, да? Да, конечно. Пишите. Замечательно. Вот, пишение на охране, сказал, что мы здесь не будем. И нас пускать сюда больше не будут. На каком основании? Да, значит, мы будем заезжать сюда через полицию. Вот, мы сейчас пришел в охране, говорит, что мы... И говорит, что у нас пускатель, потому что мы вызвали полицию, больше не будет. Не из-за этого. Из-за того, что вы создали конфликтную ситуацию. Мы не создавали, мы приехали и заняли свободное место. Ну, вы видите, вы переворачиваете, полиция тут ни при чем. Нет, подождите, мы заняли свободное место. Это общественное место. Это река, мы не у вас. Предупреждаем, мы... Ну, все, ваше право на территорию. Вы без номерной. Имейте какое право имейте занять? Согласно. Я прошу, можно... Вообще, с вашим, вот, мне несколько слов. Мы имеем право здесь ловить вот на территории реки... Нет, у нас имеют право требовать денег? Ну, там, согласно, там, статья какая-то, 300, да, какая-то? То есть, у меня доступ, я могу стоять на помостах, на берегу реки, если у них нет... Смотри, у нас, по конституции, вы имеете право беспрепятственного прохода к реке. Ну, или к береговой линии. К береговой линии. То есть, это требование сброса денег, и даже если я стою на их помостах... У нас проблема в том, что законодательство-то не идеальное. Уважаемые друзья рыбаки, подумайте, а почему с каждым годом все меньше и меньше становится мест, бесплатных мест для нашей рыбалки? А все потому, что вот такие вот недопредприниматели все больше и больше их захватывают, у них растут аппетиты. И как раз вот сейчас, в месезонье, у них как раз самая горячая пора, когда они завозят доски, завозят бревна, начинают что-то отгораживать, начинают что-то строить. И весной, когда вы решите прийти на рыбалку, придете на то место, которое было когда-то бесплатным, опа, оно окажется уже платным. Вот так каждый раз, каждый год захватывают наш Днестр. Самое печальное, друзья мои, это то, что те властимущие, которые обязаны следить за порядком на берегах нашего Днестра, они этого не делают. Это вот самое печальное. Тот же начальник лесхоза Одесского, вы думаете, он не знает поводу этих помостов, за которыми он обязан следить? Потому как в одном из видео мы снимали, как там дедушки поставили себе помосты и сказали, ребята, ловите, кто хочет на этих помостах. Вот мы поставили, а для всех поставили. То те помосты, там предписание писали, вот что вы там поставили и так далее. А вот эти, которые снимают бабло, к ним никаких претензий нет. Вот, начальник лесхоза не видит эти помосты. А почему он не видит? Догадайте сами и напишите в комментариях к этому видео. Я сейчас бы хотел обратиться к голове селищной рады Маяк. Уважаемый вы наш. Вы, лично вы, обязаны гарантировать нашим рыбакам бесплатную рыбалку на реке Днестр и свободный доступ к реке в границах населенного пункта Маяк и объединенной этой громадой. В законе Украины про местное самовредование в Украине в статье 33 повноважение в сфере регулирования земельных відносин та охороны навколоочного природного средств внесено изменение, то есть повноважение включено и здействие контролю за забеспечением безперешкодного и безоплатного доступа у громадян до сбережья водных объектов и островов для загального водокорестования, то же самое хотел бы обратиться и к голове Беляевской гражданской администрации. Вы тоже в границах Беляевского района обязаны гарантировать свободный доступ к реке и бесплатную рыбалку. Понимаю, что не зря президент Зеленский написал этот закон и в ваши полномочия включил эти обязанности. В закон про местные державные администрации, в статью 21, вот, статья 21, повноважение в гаузе використания та охороны земель, природных ресурсов и охороны довкиля. Местные державные администрации. Две крапки. И в 13 пункте написано «Здействие контроль за забезпечением безперешкодного и бесплатного доступа громадян до сбережья водных объектов та островов для загального водокорестования, соответствующего закону». Будь ласка, виконуйте. «Сейчас я хочу обратиться к судье, который будет рассматривать это дело, чтобы лишить этих горе-предпринимателей право аренды. Ваша честь, президент Зеленский, подписав закон номер 233, гарантировал мне право свободного доступа к реке. Эти предприниматели впрямую нарушают норму закона номер 233, которым вводятся изменения в водный кодекс в статью номер 88. Я процитирую эту статью». «Ограничение доступа граждан в любой способ, в том числе путем устройства ограждений и других конструкций до побережья водных объектов на земельных участках прибрежных защитных полос, находящихся в пользовании юридических или физических лиц, а также взымание за него платы, является основанием для прекращения права пользования земельным участком прибрежных защитных полос по решению суда». «Уверен, что будет не одно, а несколько таких доказательств, которые лягут в основу того, как вы примете правильное справедливое решение. Друзья мои, в конце видео хочу обратиться к вам еще раз и сказать вам о том, чтобы вы никогда не платили за рыбалку в водоемах общего пользования. Ни в коем случае не платите деньги за рыбалку. Ни при каких условиях. Я понимаю, что это тяжело, трудно для некоторых из вас, что вы привыкли заплатить и не потратить нервы. Но поймите правильно, что если это будет дальше продолжаться, то скоро ни одного бесплатного места для рыбалки не будет, к сожалению. И весь тот труд, который делаю я и такие активные рыбаки, он просто пропадет. Обязательно снимайте таких горе-предпринимателей, вымогателей на камеру. Это будет в суде являться неопровержимым доказательством их вины. Только вместе мы сила, поэтому надеюсь на вашу поддержку и активную позицию. Друзья, на этом видео заканчиваем. Всем удачи, всего хорошего. Встретимся на рыбалке. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok